Люди, которые по долгу службы должны участвовать в видеоконференциях по интернету, но не любят включать камеру, могут использовать новую отговорку – защита экологии. Подробнее в нашем следующем сюжете. Казалось бы, что переход на удаленную работу и обучение помог нашей планете дышать чуть свободнее. Количество выброса углекислого газа в атмосферу уменьшилось, но при этом переход на удаленку привел к увеличению углеродного следа от использования онлайн-сервисов. В настоящее время любая человеческая деятельность сопряжена с расходом энергии, будь то поездка на общественном транспорте или работа компьютера. Естественно, что на это расходуется энергия ископаемого топлива. И вот количество углекислого газа, который при этом выделяется, и есть углеродный след человека или человечества. Сотрудники университета Пердью, Ельского университета и Массачусетского технологического университета выяснили, что час, проведенный в зум при включенной камере, приводит к выбросу килограмма углекислого газа. Это приравнивается к сжиганию полулитра бензина. Кроме того, за час видеоконференции используется от 2 до 12 литров воды, а также наносится вред земной поверхности размером с iPad mini. Получается, что когда работают веб-камеры, идет процесс расхода электрической энергии, а основным источником для получения электричества служит энергия ископаемого топлива. И это сопряжено с выбросами углекислого газа и всеми сопряженными последствиями, такими как, например, парниковый эффект, исчерпание природных ресурсов и так далее, тому подобное. Когда идет, к примеру, дистанционное обучение через определенные программы, работает веб-камера организатора, компьютерная техника и веб-камера обучающихся. И это, естественно, приводит к увеличению углеродного следа каждого человека, отметила Гузель Валеева. Но если люди будут выключать веб-камеры во время конференций, то возможно, что выброс углекислого газа в какой-то мере уменьшится. Энджи Минибаева, Ленар Тавлитьяров, Универтньюз.